Новые жертвы старых способов отъема денег у доверчивого населения. Пенсионерку из Ленинского района, по собственным словам, заманили на презентацию и навязали кредит на постельное белье на 70 тысяч рублей. Именно заманили. Сначала в магазине телефон у нее выведала приветливая девушка, а потом стала звонить и уговаривать. И результат. Мне даже стыдно, что я в 65 лет дура такая, что повелась на это, сама же, что вижу, что кругом один обман такой и повелась. Вот мне стыдно даже сказать кому-то постельное белье такого качества. Это на презентации дали. Как браслетик. Одеваешь его на руку и не снимаешь. И давление прямо в норме, и голова не болит, и все прочее. Не снимать его вот так и ходить. И летом, и зимой умылся, помылся, снова надевайте и будьте как молодыми. Вот как будто под гипнозом. Они вот, то да сё, такой хороший, так хвалили, давали потрогать, вот так, то да сё. И я думаю, надо же, какое белье-то хорошее, прям ляжь. Там и нервы-то все успокаивают. И все, что эти... Прям все болячки уходят. Все уходит. Как будто вот я на самом деле была как под гипнозом. И когда, как говорится, и они так быстро сделали, и трех минут не прошло, уже всё подписали. Чемодан мальчик молодой взял, и тут же такси у них уже этот. 100 рублей мальчик отдал, и я уже дома. И я когда домой пришла, я говорю, господи, зачем-то я подписалась на такие огромные деньги. 70 тысяч постельное бельё, это оно раз стоит. Я пенсионерка. Я же не думала, что это я кредит подписываю. Я думала, что как... Я отдала 4 тысячи, у меня, говорю, я как залог отдам вот 4 тысячи. Я не думала, что мне отдадут сразу весь комплект с собой. А они быстренько раз-раз, я расписалась, тут же такси вызвали, меня на такси домой. Оно не стоит таких денег. Оно не стоит, во-первых, это какая-то шерстяная подстилка, я не знаю, как вообще можно на ней спать. Я хотела в подарок сестре. У неё дерматит. Думала, что это поможет, а бумажки-то написаны. Что наоборот раздражение, даже царапинка какая-то, и нельзя на этом постельном белье спать. Предупреждение, не допускать контакта шерсти с открытыми ранами. Изделие не следует использовать лицам, страдающим от аллергии. И вот за это я заплатила 70 тысяч. Я хотела всех вылечить, а оказалось, вообще невозможно. Чешется, и всё это покрывало. Это покрывало, может быть, таким каким-то, я не знаю. Или когда очень холодно на севере, но не у нас. Я говорю, пойдём в течение двух недель и вернём, и тебе 4 тысячи отдадут. Ну, и мы так храбро пришли, а с нами они разговаривать не хотят. Говорю, мне никакого вашего белья не надо, спасибо, всё, говорю, мне этот. Я говорю, бог с этими 4 тысячами уже, только расторгните мне этот кредит. А она нам начала говорить, что это невозможно, потому что она подписала договор. И я вот поняла, я говорю, какой ты договор подписала? Она даже не осознавалась, что она подписала вот этот кредит, договор кредитный. И она говорит, что это, вы понимаете, его расторгнуть невозможно, и по-любому придётся этот кредит платить. Чтобы все-таки расторгнуть этот кредитный договор, пенсионеры отправились в эту организацию уже при поддержке нашей съемочной группы Люди не понимают, что они подписывают кредит Вот она не понимала, я когда пришла к вам, верну в течение двух недель товар Я просто думала, что я вам сейчас его верну и вы мне дадите деньги А оказывается, вы сказали, это не так просто Я позвонила сегодня в Роспотребнадзор и мне сказали, в том году был поток пенсионеров, которые бежали и расторгали Просто надо было в течение 15 дней быстро расторгнуть кредит На вас было столько, было много Я не знаю, с кем вы общались, насколько это было лицом Роспотребнадзор и защита правопотребницей Мы сейчас думали Возвратов немного на самом деле происходит Я не знаю, с кем вы общались Я не знаю, с кем вы общались Я не в курсе, какую информацию вам предоставляли Какое лицо По какому именно филиалу, по какой именно компании Они расписываются везде Каким образом, я не знаю Они расписываются везде Они пользуются тем, что пожилых, вот они нахвалят, все, что они купили. Вот она пришла домой, она даже не поняла, что она купила. И сама же говорит, я ведь на нем спать-то не смогу. Я говорю, а зачем ты купила-то? Она сама не знаю. И плакать начала. Я очень рада, кредит расторгли, я теперь буду спать спокойно и на даче отдыхать. А то я целый месяц не спала, как говорится, вся на нервы была. Спасибо большое. Подчеркнул, что подобным образом в пользу клиентов вопросы решаются редко. Об этом говорят жалобы, поступающие в Роспотребнадзор. И жалобы на конторы, выманивающие денег у доверчивых пенсионеров по подобной схеме, есть не только в Нижнем Новгороде, они работают в других городах нашей области и по всей России. Процесс отъема денег у населения по этой схеме успешно идет уже несколько лет.